Жили, не тужили, загадили экологию, насоздавали массу ненужных вещей, выкачивали газ, нефть, заколачивали деньги, а сколько оружия изобрели, а сколько еды выкинули, просто не сумели съесть. Причина одна – мы не соответствуем природе. Закон ее – гармония и жизнь для других. Наш закон – дисгармония и жизнь для себя. И получается, что мы – венец природы, совсем не венец. Это мы порождаем все искажения на более низких ступенях. И нам плевать на то, что мы гробим экологию, нам плевать на будущие поколения и на саму природу. Мы думаем только о себе. То нам придется, придется понять, что лучшее лекарство от вируса – объединение между людьми. Не то эгоистическое, когда я думал, что я с него смогу поиметь, а другое, когда я думаю, что я ему смогу дать, чем помочь, порадовать. И если мы так начнем мыслить и действовать, то эпидемия вместо вреда принесет нам огромную пользу. Она очистит нас от всякого мусора. Сократится производство ненужных вещей. Никому не придет в голову гоняться за последним писком моды, только чтобы похвастаться перед остальными. Наступит эра производства нормальной, красивой и добротной одежды, здоровой пищи. Политики перестанут грызться, ссорить людей, а наоборот будут цениться пониманием того, что без взаимного поручительства никак нельзя. И тогда мы увидим, как изменится мир законами природы. И поймем, что она давно уже звала нас к себе, только мы не шли, занятые собой. Вот так мы и раскроем прекрасный, чистый мир, проникнутый любовью и заботой. И наконец-то поймем, что же такое настоящее счастье, которое мы так долго искали. Редактор субтитров А.Семкин